Мы купили квартиру, чтобы жить в ней. Кольцо дольщиков сужается вокруг директора Барнаулка обстрой. Строительная компания недавно чуть было не стала банкротом. Как раз финансовое состояние застройщика, его мутные обещания и беспокоят жителей будущего ЖК Парковой. Оттого и вышли на митинг. Стройка жилого комплекса встала на паузу еще в прошлом году. Но стройка прекратилась, потому что гендиректор бывший и замглавы по строительству были посажены за коррупцию. В настоящее время, спустя год, стройка восстановилась, возобновилась, но не в пользу людей. Потому что люди покупали одно жилье, а по факту получат другое. Дольщиков не устраивает, что компания хочет решить свои проблемы, откусив часть их дома, то есть лишить обещанной подземной парковки. По словам директора компании, она усложняет и тормозит весь процесс. Был первый подземный этаж, который соединял три отдельных здания. Фактически сейчас, пытаясь решить свою проблему, Барнаул Капстрой убирает парковку от третий блок секции, чтобы сдать ее как можно быстрее дольщикам. Сейчас хотят убрать основу нашего дома, минус первый этаж. Как это повлияет на наши дома, на наши квартиры, как это засыпается. ЖК «Парковый» – это уже не первый проблемный объект Барнаул Капстроя. Чтобы достроить дома на Парковой, компания ведет переговоры с банком, который может возобновить финансирование. Банк говорит, мы готовы финансировать строительство жилья. Мы видим, что там все в порядке и с экономической точки зрения, и со строительной точки зрения, но без парковки. Поэтому выбор небольшой. Лучше построить жилье. Или забрать свои деньги с искро у счета, если дольщик захочет расторгнуть договор. Вот только на те средства, которые люди когда-то вложили в строительство, сейчас ничего уже не купишь. Почему продажа квартир продавалась на момент, когда у вас были проблемы? Вот ваши девочки, которые занимались продажей, очень хорошо их продавали. И люди по незнанию... Я спрошу у девочек, почему они продавали. В договоре у дольщиков значится срок окончания работ. Октябрь 2021 года. Но даже если Барнаул Капстрой сдаст жилой комплекс без подземной парковки, большой вопрос, что это будет именно октябрь именно этого года. Если посмотреть на ход строительства, никаких гарантий нет. Случится третья волна ковида. Ляжет у нас пол Барнаул Капстроя, и все. И закончилась вся моя гарантия. Возможно, какую-то гарантию люди получат от главы города. В мэрии нам сообщили, что в этот четверг планируют устроить встречу с участниками долевого строительства. И уже не в формате митинга. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.